Приветствуем всех на канале Верность ТВ. Сегодня расскажем о трех пациентах. Черныш, который никому не доверяет, подстреленный Тимоша и Беляш, у которого выпал Писюн. Многие из подписчиков помнят, с какой травмой Черныш попал на лечение в бесплатную ветсанчасть. Но для тех, кто не знает этой истории, мы расскажем. Черныша в Ярцево подстрелили, а также сбили на автомобиле. Основная травма Черныша в правом плечевом суставе. Сейчас мы его стараемся залечить антибиотиками хотя бы на таблетках, потому что парень дико не доверяет людям после всего произошедшего. Не дает ни прикасаться к себе, ни тем более ставить уколы, ни даже нормально с ним общаться. Сейчас, в данный момент, когда он находится на лечении уже больше месяца, Черныш подуспокоился, немного стал нам доверять, но у него бывают приступы паники, даже если он просто видит как мы меняем, например, миску с едой. Он просто может закричать, запаниковать, видимо, что-то он думает произойдет сейчас, но потом успокаивается. Итак, какие новости у Черныша? Помимо того, что он немного стал доверять команде верновцев, совсем немного упирается на лапку, но сейчас больше и не надо. И самое главное, самый главный вопрос, который всех тревожит, почему он спит на опилках? Потому что он не спит на постелке, которым мы ему постелили. Следующий пациент бесплатный в санчасти, к сожалению, также подстрелянный пёс. Черныш приехал к нам из Ярцева, Тимоху нашли немногим дальше, ближе к Сафонову. Где-то в том районе явно водятся люди, которые не понимают, что такое оружие и как с ним обращаться. Глазом сразу на тебя. Тимош, ну ты ещё скажи, что я тебя обижала. Что ты? Он не хочет в больницу ехать. Может, он думает, что я снова его повезу. Из новостей от Тимоши. У нас очень хороший аппетит, закончилось расстройство желудка, к счастью, и почему-то возникла дикая паника при виде Саши. Вероятно, Тимоши очень не понравился вид клиники, хотя никаких манипуляций особо там не проводилось. Завтра нам ехать к врачу. Пожелайте нам удачи, потому что сил мы немного поднабрались, но всё самое важное ещё только впереди. Сегодня Тимошу предстоит несколько операций. Держите за нас кулачки, потому что он сильно истощённый, обезвоженный. За два дня мы отъелись, как смогли, но тянуть дальше с операцией уже просто нельзя. Палка о двух концах. В общем, будем бороться не только за жизнь Тимоши, но и за сохранение лапы, чтобы он ещё бегал и радовал своих будущих хозяев. Ну а третий пациент, о котором хотим рассказать в этом ролике, единственный из трёх стоит на всех четырёх лапах. Он даже не стоит. Он прыгает, бегает, скачет. Это самый позитивный из этих трёх парней. Но поверьте, ему нисколько не легче в сравнении с Чернышом и Тимошой. У него тоже большая проблема. У этого малыша-беляша выпал писюн. Мы сделали операцию. Надрезали кожу, вправили писюн, но до конца, из-за того, что он распух, он сейчас не заходит. Поэтому ждём и наблюдаем. Писюнчик залезает, вылезает туда-сюда, да? Да? Девочки сказали, что у тебя дела получше. Хоть надёжно хоть. Как видите, и беляшу после операции ненамного лучше, чем другим двум пациентам. Первая в России бесплатная санчасть. Все трое парней, поправляйтесь. Спасение животных наше общее дело. Друзья, держим кулачки. Крепко-крепко за всех трёх пациентов.